На набережной сегодня много молодежи, они пришли отпраздновать День российского студенчества. Громкая музыка, крики, смех и запах горячих пирожков манили и случайных прохожих. Марьяна Гея тоже там была, чай морс пила. Смотри, Хабаровск, мы на набережной празднуем День российского студенчества. Мы даем вот такие вот замечательные билетики, в которых они могут получить бесплатный прокат коньков на один час, также еду и питание, и напитки. Еда и напитки? Да. Пойдем, пойдем. Это наш дальневосточный кусун, наш Хабаровский. Также предлагаем чай горячий. Напитки сладкие, безалкогольные? Да. И взамен нужно показать студенческий билет. Мне кажется, маловато будет. Ну, на столе, да, но вы посмотрите вот сюда. Сколько человек? Честно? Как никому не говорите, на 700. Чай горячий, пирожки, подходим, берем. Что вы ели в последний раз сегодня? В последний раз? Во сколько? Обед, супчик поели. Ой, как он молодец. Здесь у нас эстафетка. Эстафета называется хоккей. Здесь танцы, называется гигантский футбол. Есть опыт-то ведения футбольного мяча клюшкой хоккейной? Нет, нет, нет. Только нормальной шайбой. Ну, давай попробуем, каково оно. Вот! Так он мастер! Пример на историю создания этого праздника знаете? Значит, 1855-й. Поэтому вам пригласительный билет на посещение бассейна. Вот, в открытый плавательный бассейн, да, я понимаю. А, нет, это физкультурно-отзравительный комплекс Ореховая совка. Вроде его еще Татьянин день называют. Да, почему? Ну, известная Татьяна была, наверное, какая-то. Известная Татьяна? Так, значит, быстро, вкратце, рассказываю. Много-много лет назад, а именно 267, кажется, если не ошибаюсь, граф Шувалов и Михаил Ломоносов ходили, уговаривали императрицу Елизавету, ну, давай сделаем здесь московский университет. И в какой-то изде, именно 25 января, Елизавета так сказала, «Пущай тому и быть, быть Московскому университету». И через много лет, в честь открытия храма Московского университета, его отсветили великомученицы Татьяной. Вот такая история. У вас студенческий есть? Здрасте, я забыл его дома, я сейчас буду вот покупать, да, коньки. А не даю? Может быть, мы с вами у кого-нибудь возьмем студенческий, получим по-чужому? Смотрите, девушка, это самый известный студент Автодора. Студенческий забыл. Дадут ему? Так, 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 вот ТС-41-18. Как расшифровывать? Ну, навряд ли это что-то. Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание, электричество и электромеханическое оборудование. Годится такое? Хорошо, ладно, пойдем. Вы едите, видишь, как мы тебя завытили? Всего, молодец, бесплатные коньки. Ну, а вот теперь мы точно к вам. Мы замерзли, хотим чаю. Давайте. Вот так, наверное, и приходят, да? Так уж и быть, горячие пирожки мы оставим голодным студентам. Они наверняка проголодаются. А это кто такой молодец? Вообще все это такое глобальное замутил. Не как эти статные мужчины, практически организаторы всего этого. Да, все верно. В пиджачках мы обратили внимание. В общем, не как студенты. Не как студенты. Сегодня мы решили устроить впервые, наверное, за много лет, когда мы делаем большой праздник для студентов. Делали бесплатное катание. Вы знаете, хорошее очень мероприятие. И у нас таких мало, особенно зимой. Вот зимой как-то все скучновато. Холодно. Холодно, потому что... Ну, дайте слово, что ежегодно теперь у нас будет что-то подобное. Обязательно. Хотя бы на день российского студенчества. Обязательно. Слово нам это дал. Кто? Должен, да. Солен Артем Валентинович, начальник отдела комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края. Кайфуем, прям как в студенчестве, правда? Я вообще-то из детства даже не выходила. Какое там студенчество? Дет студентов еще далеко. Дет студентов! Марьяна Гейт, Николай Трохин, смотри Хабаровск! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова